Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlog.TV. Сегодня я в гостях в Google у Ларисы Агарковой. Многим из вас она может быть знаком, потому что она ведёт свой блог. Ну а сегодня мы поговорим по традиции об её истории переезда и о работе в Google непосредственно. Привет, Лариса! Привет! Расскажи, пожалуйста, о своей истории, об экране. Давай начнём, наверное, с образования. Хорошо. Значит, я училась в Беларуси. Те, кто учится, наверняка знают, есть такое образовательное учреждение, как лицей ВГУ. У меня интересная история с лицейом ВГУ, потому что я, когда шла учиться, я поступала на химбио. И поступила на химбио, потому что я не была уверена, кем я хочу стать. И я отучилась там полгода и поняла, что это совершенно не моё. И после этого я поняла, что я хочу учиться на математике. И я больше технического склада человек. Я перешла на математическое отделение, тоже в лице ВГУ. Поступила на ППМИ на поток информатики. Отучилась там один год. Когда я была на первом курсе, у нас появилась возможность уехать в Чехию. Я получила там образовательную стипендию в фонда образования Чешской Республики. И после этого я переехала в Чехию. Один год отучилась на языковых курсах, которые были обязательны для тех, кто получает стипендию. И после этого поступила в Карлов университетное отделение информатики. Проучилась там, получила диплом магистра. В это время два раза стажировалась в УГЛе. И после этого я получила работу в УГЛ и переехала сюда уже на полную ставку в 2050 году. Можешь немножко рассказать о том, как происходит, как можно найти такую стажировку? Где-то в сентябре УГЛ открывает позиции для стажеров в Европе и в Америке. Нет никаких ограничений. То есть человек из Беларуси может поехать, например, в Америку. Им не обязательно ехать в Европу. Может поехать в Австралию, Японию, куда угодно. Поэтому надо ходить на сайт google.com.jobs и следить, когда откроются стажировки. Можно податься на стажировку через сайт, можно податься через знакомых. Есть несколько вариантов. Но самый простой вариант, если вы никого не знаете в УГЛе, это податься через сайт. Там есть кнопочка «Послать резюме». Вы отправляете резюме, заполняете какую-то базовую информацию про себя, вроде ваше имя, фамилия, имейл, откуда вы. И если ваше резюме заинтересует рекрутеров, то вас пригласят на интервью. Для интерна проводятся два или три технических интервью. Если вы их хорошо пройдете, то вы попадаете на следующий этап. Это подбор команды. То есть все результаты ваших интервью, плюс ваше резюме отправляется потенциальным командам, которые хотят нанять интерна. Они просматривают разных кандидатов. И если вы им подойдете, то вас наймут, и вы приедете на стажировку. Несколько моментов важных здесь. Чтобы попасть на стажировку, нужно быть студентом после окончания стажировки. То есть если вы уже окончили ВУЗ, то вы не можете участвовать в стажировке. То есть если вы пошлете резюме, скорее всего, вам даже не позвонят и не напишут. Второй важный момент – это то, что стажировки оплачиваемые. И довольно неплохо оплачиваемые на самом деле. Я не знаю, сколько сейчас, но это несколько тысяч долларов в месяц, которых хватает на то, чтобы снять жилье, на то, чтобы питаться. И если вы не будете сильно тратиться, то вы сможете привезти довольно личную сумму по тем же белорусским меркам. Расскажи, как устроен твой день. От начала или до когда? Мой день специфический для программиста, потому что у меня двое маленьких детей. Им 2-4 года. Я встаю с утра. И у нас еще есть родственница, которая нам с детьми помогает. Я встаю с утра, делаю зарядку, помогаю собрать детей в садик, если это нужно, но в основном это обычно не нужно. Потом наша родственница увозит их в садик. Я еду на работу, я приезжаю обычно достаточно рано, к часам 9. Для местного офиса, для нашей команды это рано. Иногда езжу на велосипеде, потому что у меня очень удобно. Сто моих велосипедей минут 40. И потом я работаю. То есть я лично стараюсь организовать свою работу так, чтобы у меня было несколько часов, где я могу просто фокусироваться на каких-то важных вещах для себя. Не всегда это получается, потому что я уже давно в команде, и я повязана на очень многих подпроектах в нашей команде. И поэтому мне приходится... То есть полчаса поработала, полчаса идешь на какое-нибудь совещание, там совещаешься. И так проходит день, с перерывами на обед, на кофе небольшими. Я работаю где-то до полушестого-шести. Я стараюсь максимум работу нести в свой рабочий день, чтобы потом вечером уже не сидеть. И где-то часов шесть я уезжаю с работы, приезжаю домой, и там, и там, и там, и там, и там, и там, потом вечером, когда дети ложатся спать, после 9-ти, может быть, еще минут 20-30. Я проверяю почту, составляю планы в следующий день, примерно, подожду, я планировала. А как ты все успеваешь? Есть ли у тебя какие-то секреты? Есть такая теория, что у человека есть какое-то количество энергии, которое, не знаю, генетически или как-то ему дано, допустим, 100 единиц. И эта энергия в течение дня уходит. То есть там, сходил на совещание, потратил 5 единиц энергии. Начальник криво посмотрел, загнался мыслью, он хочет меня уволить, и ты где шпалишься полчаса этой мыслью, там у тебя было 20 единиц энергии. Какая-то трата энергии, естественно, например, надо что-то сделать по дому, пропылесосить. Это, ну, надо потратить энергию. Но какая-то трата энергии, мне кажется, её можно просто не тратить. Я стараюсь находить дыры, куда утекает моя энергия, и по возможности их запекать. В основном это дыры психологические. Например, поругался с мужем, поругался с коллегой. Сейчас я нахожусь уже, наверное, в базе, когда я ищу вещи, которые мне, наоборот, дают ещё больше энергии. Постановка целей, планирование, осмысление, на что я трачу своё время, и попытка найти какие-то более глобальные цели в жизни, какое-то своё направление. Расскажи, чем именно ты занимаешься, над какими проектами ты работаешь? Если сложно, то мы AllLab Database Rapper. Но если попроще, вот есть база данных, есть много-много разных данных везде у Гугла. То есть какие-то данные хранятся в базе данных этого типа, какие-то данные в базе данных другого типа, какие-то данные вообще где-то в текстовых файлах, какие-то данные, ещё где-то. Есть большое количество ресурсов, где эти данные как-то хранятся. И есть большое количество рекламодателей у Гугла, которые хотят видеть эти данные и желательно как-то обработанные. То есть они хотят видеть, условно говоря, вот если у вас есть Excel spreadsheet, вы-то можете делать какие-то формулы и как-то делать дополнительный анализ данных, который у вас есть. Мы предоставляем вот какой-то такой функционал, то есть мы позволяем вытягивать данные из совершенно разных ресурсов. Плюс мы позволяем писать какую-то дополнительную логику с этими данными, как-то их преобразовывать, трансформировать и предоставлять уже эти данные другой команде, которая их покажет рекламодателю. Значит, какие наши фишки у нашей команды? Во-первых, бизнес-логику. У нас есть специальный язык, который позволяет бизнес-логику делать довольно просто. Если вы попробуете эту бизнес-логику писать в языке там опозданных SQL, то вы просто напишите там 20 страниц SQL с большим количеством багов, скорее всего. Если вы попробуете это написать в нашем языке, на нашем проекте, у вас это займет там одну страницу, двадцать, где это существенно обращает вообще все. У нас большое количество оптимизации есть. Во-вторых, для чего эти оптимизации? Мы работаем очень быстро. У нас очень много фиширования происходит. И потому что рекламодатель, он вводит запрос, и он хочет увидеть результаты вот прямо сейчас, он не хочет 10 секунд ждать, пока он на этот таймер крутится. И поэтому вторая наша фишка это то, что мы стараемся оптимизировать по скорости максимально, чтобы это происходило. Третья наша фишка это то, что она уже более внутренняя. Мы хотим, чтобы нашим проектом было максимально просто пользоваться программистам, которые с ним работают внутри. И им очень много энергии инвестировать в то, чтобы все было просто. Наш интерфейс был простой, наш код был простой, язык бизнес-логики был простой. Какие технологии популярны Google в целом? Просто какие технологии? Я могу сказать, в чем работаю я. Я пишу многие плюс-плюс. И пользуюсь большим количеством внутренних технологий. Потому что у Google все свое. У Google своя база данных. То есть есть база данных. Там Oracle, есть на MySQL, есть еще куча всего. У Google своя база данных. И фактически у Google все свое. Свой deployment environment, свои какие-то testing framework, который, кстати, доступен для всех. В принципе, работая в Google, я 7 лет пишу в C++, и мне не нужно изучать какие-то новые технологии, проемборки, потому что для моей работы этого более чем достаточно. Но, с другой стороны, чему учит Google, это тому, что если надо чему-то научиться, я могу это сделать очень быстро. То есть, если мне надо будет в C++ перейти на Java, и начать идти в Хиропу, и я не знаю, что там, я освою это очень быстро, потому что Google — это очень динамическая среда, где просто сегодня тебе сказали, надо это сделать, в пятницу оно должно быть готово, и вырабатывается вот этот вот навык, просто новую информацию осваивать и делать, потому что в Google — главный результат. Ты, видимо, проводишь технические собеседования периодически с кандидатами, правильно? Я проводила. Проводила. Сейчас я уже не провожу, сейчас я являюсь членом нанимающей комиссии, и поскольку интервью занимает много времени, то совмещать это с комиссией было очень сложно, и пришлось выбирать, я стала членом комиссии, но я провела порядка 200 интервью. Ну, тогда давай вернемся немножко в прошлое, когда ты проводила. Можешь сейчас представить, что мы на собеседовании, и задать какую-нибудь задамчику? У меня в блоге был проект тестового интервью, и как часть этого проекта я проводила реальные интервью с людьми через Hangouts, и эти записи лежат, то есть там просто как бы выглядело интервью в Google 45 минут, и я в конце давала свой футбол, то есть если кому-то интересно, вы можете посмотреть у меня в блоге, но если кратко, интервью технические, Google не проводит интервью на личность кандидата, вас не будут спрашивать, расскажите, сложно ли вам работать с людьми, вас будут спрашивать, вот есть такая задачка на алгоритмы, вперед пишите код и решайте. Чтобы пройти Google интервью на техническую позицию программиста, нужно хорошо знать алгоритмы, нужно хорошо владеть написанием кода, желательно на белой доске, и вот и все. То есть если вы жуткий интроверт, вас вообще не прет от общения с людьми, но вы отлично умеете решать алгоритмические задачки, скорее всего вы пройдете, у вас хороший шанс. Нужно решать 500 тысяч задач на сайтах типа CareerCamp, LeadCode. Эти задачи сейчас везде лежат. Вот когда вы прорешаете от 500 до 1000 задач, то считайте, что вы готовы. Ты работаешь в нанимающей комиссии, да? Можно немножко подробнее? А что это такое? Процесс у Google работает так, что люди, которые проводят интервью, не принимают решения, нанят ли нас. Это значит, что вот прошли интервью, все интервьюеры, скорее всего, 5-6 человек, они напишут свой отзыв на бумаге, условно говоря. Потом все вот эти отзывы с вашим резюме идут на специальную принимающую комиссию, которая уже видит все отзывы и делает рекомендацию, нанимать, не нанимать, и обычно дает уровень уверенности. То есть если вы просто супер интервью прошли, там уровень уверенности высокий. Если вы прошли ни то, ни сё, ни кукареку, скорее всего, уровень уверенности в вашем найме тоже будет средний. После этого рекомендация идет в другую комиссию, которая уже принимает окончательное решение. В этой комиссии сидят директора, вице-президенты, то есть люди достаточно высокого уровня. В нашей комиссии что происходит? Комиссия встречается на один час раз в неделю. Мы рассматриваем четыре кандидата, и каждому, каждый анонимно, неанонимно, каждый голосует до комиссии, нанимать, не нанимать, и после этого мы обсуждаем по 15 минут каждого кандидата, и в конце мы должны принять единогласное решение, да или нет. То есть если, например, три человека в комиссии говорят нанимать, а один говорит не нанимать, то эти три могут его убедить, что давайте все-таки на имену. И наоборот. Поэтому комиссия действительно идет активное обсуждение результатов интервью, реже резюма кандидата. Как ты видишь себя через 10 лет? Это не те вещи, которыми, скорее всего, я буду гордиться. Три предложения, которые тебе помогают организовать твой день. Я сейчас двигаюсь в противоположную сторону. Минимальное пользование социальными сетями и телефоном. Какие три компании ты бы отправила в свой резюме? Это зависит от того, сколько у меня денег. А, пережит. Да.